Велосипедисты и дорожники будут ставить палки в колеса автомобилистам на этих выходных. Очередные перекрытия затронут юго-восточную часть города. Вернуть в оборот. В Тымовском районе кормовыми культурами засеят 4000 гектаров заброшенных угодий. Это очень важно, действительно, потому что медлить нельзя. У нас развитие сельского хозяйства идет действительно семимильными темпами. Найти компромисс. Молодых людей со скейтами и самокатами переселят с центральной площади Анивы в современный скейт-парк. Мы теперь будем кататься на скейт-парке, где мы можем улучшить намного больше фигур, трюков. Тяжелое дыхание пожарных. Соревнования среди звеньев газодымозащитной службы прошли на Сахалине. По моим ощущениям, на практике легче, чем на соревнованиях. Лопата и лейка вместо жалоб и обращений. Жители Березняков дают сахалинцам мастер-класс по благоустройству. И георгины были любимые, цветы здесь сидели. Потом лилии. Лилии было очень много сортов. Тымовские аграрии готовятся восстановить в заброшенные поля. В районе активно растут стада крупного рогатого скота. И уже скоро, если ничего не менять, буренкам нечего будет есть. 4000 гектаров там собираются засеять кормовыми культурами. Об этом и других новостях из Тымовского расскажем далее. Квартирный вопрос. Вот что в первую очередь интересует тымовчан. 98% всех обращений в местную администрацию связаны именно с жильем. На встрече с губернатором жители Тымовского поднимают злободневную тему. Трою дома. Наш дом приходит в дегодность. Я старею. С нашей улицы всех перевели туда. Оставили только мой один дом. Я думаю, что вы получите жилье в первом сдаваемом доме. В районе очень много деревянных построек, которым уже больше 50 лет. Только по предварительным расчетам свыше 30 тысяч квадратных метров жилья могут попасть в категорию аварийного. В этом году для переселения местных жителей строятся два дома. Появляются и арендные новостройки, квартиры в которых предназначены для работников бюджетной сферы. И ключевое для района – аграрные отрасли. Здесь создается Центр молочного и мясного животноводства. Совхоз Южно-Сахалинский открыл свой филиал. Эту базу на Тымовском мы будем разворачивать, увеличивать со временем здесь и молочное производство. С тем, чтобы оно обеспечивало и Ноглик, и Аху своей продукцией. Земля будет в обороте. Ну и, безусловно, для этого здесь есть все необходимое. Необходимо только заняться подготовкой кадров, подготовкой механизаторов. Ну и, конечно, это новые рабочие места, это новая жизнь в целом в районе. Аграрии намерено вернуть 4000 гектаров некогда заброшенных земель. На полях с этого года начали выращивать кормовые культуры. Они необходимы для растущего поголовья крупного рогатого скота. В перспективе она увеличится до 3000. Филиалу совхоза уже сегодня требуются кадры. В районе не хватает трактористов и машинистов. Это очень важно, действительно, потому что медлить нельзя. У нас развитие сельского хозяйства идет действительно семимильными темпами. Если мы здесь будем отставать по кадровой подготовке, то, конечно, получится тот разрыв, который просто неприемлем. Для повышения квалификации рабочих в Тымовское будут привлекать специалистов не только из региона, но даже из других государств. Также работников комплекса поддержат доплатами из областного и местного бюджетов. Власти уверены, уже в скором времени аграрный район сможет вернуть себе прежнюю славу. Построить современный скейт-парк для детей и подростков обещают аниевские власти. Сейчас ребятам приходится оттачивать мастерство на местной центральной площади. Такая ситуация не устраивает ни самих экстремалов, ни взрослых. Место, где стоит памятник вождю пролетариата, самое удобное, решили поклонники уличного спорта. Здесь можно разогнаться и попрыгать со ступенек на скейте или самокате. Другого мнения – районная власть. Площадь не может гарантировать безопасность детей. Рядом парковка, движение транспорта. И ребят отсюда постоянно выгоняют. Постоянные споры с водителями и отсутствие в районе подходящей площадки подвигло аниевских ребят обратиться к губернатору на вторую прямую линию. В администрации района ответили, что этим вопросом они стали заниматься еще с ранней весны. Провели предварительные переговоры с производителями оборудования для скейт-парков. А недавно вместе с местными райдерменами выбрали место для строительства. Площадку мы с ребятами совместно определили. Она будет вот здесь, за нашим домом детского творчества, потому что это у нас сегодня здесь центр молодежный. Как раз досуг, дополнительные виды образования, секции, кружки. Ребята площадку согласовали. Сейчас мы с ними определяемся с набором оборудования. Сегодня, я думаю, мы эту работу закончим. И дальше начнем мероприятие по реализации этого хорошего общего дела. Это очень хорошо, потому что мы постоянно катаемся только на площади. И нас гоняют постоянно. Я думаю, что на нее будет очень много ребят приходить, ну и будут заниматься. Глава Анивского района рассказал, что предварительная стоимость проекта не выше трех миллионов рублей. Сюда входит приобретение сертифицированного оборудования и подготовка самой площадки. Плюс дополнительные расходы на проектно-сметную документацию. Мы теперь будем кататься на скейт-парке, где мы можем выучить намного больше фигур, трюков. Нам построили сначала основные фигуры эти, потом в следующем году нам много больше сделают, нам пообещали. Открытие скейт-парка в районном центре запланировано на следующий год. У ребят впереди еще много времени, чтобы подготовить экипировку и подучить теорию для новых трюков. Лейкой и лопатой по безалаберности и разгильдяйству. В нашу редакцию обратились жители Березняков. Они решили своим примером показать землякам, что такое настоящее благоустройство. И рассказать, что для того, чтобы во дворе цвели роскошные клумбы, не обязательно обращаться в вышестоящие инстанции. Без помощи управляющих организаций и властей жители Березняков уже более 30 лет самостоятельно творят красоту в своем дворе. Они не обращаются за саженцами деревьев и землей в управляющую компанию, а подъезды красят самостоятельно. Накануне людей очень удивили несколько обращений сахалинцев на прямую линию с губернатором. Задают женщины вопрос. Вот сахи из города, что вот там садят цветы в городе, посадите нам цветы. Ну мы в деревне живем, мы сами садим рассаду, сами сеем, покупаем семена сами, землю сами тоже покупаем. И георгины были любимые, цветы здесь сидели. Потом лилии. Лилии было очень много сортов. Потом как-то я перешла на питонии. И вот в основном я люблю, конечно, питонии, но не обижаю и свои лилии. Вагу устраивают придомовую территорию всем двором. Своими руками Людмила Серебренникова вырастила и посадила здесь клёны и рябины. Недавно во дворе появились молодые березы и ели. От вандалов посадки никогда не страдали. В этом дворе все предели. Даже дети. Они помогают поливать цветы. Нам помогали в декабре месяце, с ноября по декабрь крышу. Покрыли крышу и всё. Потому что мы уплывали. Пообещали, что сделают подъезды. Козырьки у нас отгнивают. Могут свалиться на голову. Двор, который многие годы жильцы самостоятельно благоустраивают, всё же нуждается в поддержке. Ремонта требует подъездная дорога и фасад здания. Ну а пока в разгаре лета во дворе благоухают и пестрят цветы на любой вкус. А вот улица Цветочная в селе Успенском. Несмотря на своё название, ей ещё далеко до идеала красоты. Местные жильцы сегодня ходят по грязи и огромным камням. Такая дорога здесь была не всегда. Накануне люди попросили отгрейдировать полотно. Однако после обращения на улицу стали съезжаться самосвалы. И засыпать её скальником и глиной. За три дня на месте выгрузили пять машин. Вот что это привезли? Грязь? Дождь сейчас пройдёт, это будет просто одна грязь. Всё. И вот эти булыжники по краям. А здесь опять утонем. Мы и так ходим отсюда, в болотных сапогах до вот этой дороги центральной. Детей в садик также вожу. В сапогах, потому что пройти здесь нельзя никак. В администрации Анивского района рассказали, что работы проводят в рамках плана благоустройства дорог в сёлах. Улица уже давно нуждалась в ремонте. Вот он и начался. В департаменте ЖКХ нам пообещали завершить работы к следующей неделе. За это время дорожное полотно должны разровнять. В дымовой камере оказались сахалинские пожарные. В Троицком прошли традиционные соревнования среди звеньев газодымозащитной службы. За право быть лучшими в борьбу вступили 13 команд. В этом году организаторы усложнили практический этап. Какой отряд справился быстрее всех, узнаем прямо сейчас. Шлем, маска, перчатки, баллоны. Полосу пожарные проходят в полном боевом снаряжении. Схема классическая. Спасатели облачаются в защитные костюмы, покоряют турник, подхватывают пострадавшего и начинают преодолевать различные препятствия. Всё, естественно, на скорость. По ситуации участники помогают друг другу, к примеру, подтягиванием за ногу. Проникновение в паутину. Этот этап имитирует домик с оборванными кабелями и проводами. В этом году он стал более труднопроходимым по решению организаторов. Также сложнее стало преодолевать забор. Первые свои силы демонстрирует команда из Углегорского района. Всего их 13. Это почти все муниципалитеты, за исключением Курил, Ахи и Ноглик. Фавориты соревнований анивчане шесть раз подряд не упускали кубок, но в прошлом году уступили отряду из Тымовского из-за досадной ошибки. Участник был молодой. Он в этом же году допустился к тушению пожаров в этом аппарате. И он просто не учил правила, что нужно вентиль-баллон открывать на полную, на все 11 оборотов. То есть один раз крутанул, когда он проходил дымокамеру, которая имитирует непригодную дыхание среды, он вентилем закрыл сам себе об стенку вентиль. По словам организаторов, ежегодные состязания помогли подтянуться звену газодымозащитной службы «Иста-Мари». Эта команда два раза подряд занимала третье место. Невельчанам замкнуть призовую тройку посчастливилось однажды. Признаются в жизни, как ни странно, легче, чем на соревнованиях. Впрочем, если бы база для тренировок была все время под боком, то и рекорды не заставили бы себя ждать. У командира отряда Евгения любимый этап «Дымовая камера». Хороший этап. Только сегодня что-то звуковых эффектов не было. Обычно есть. Может быть, я просто не слышал. Был занят своими мыслями, как побыстрее выбраться. Звуковые эффекты – это крики женщин и детей. Они сопровождают участников при прохождении этапа, чтобы максимально приблизить обстановку к реальности. В этот раз невельчане – 10-е, третье место у команды из Тымовского. Тамаринцы показали еще лучший результат, чем в прошлые годы, стали вторыми. А пальма первенства у отряда из Александровска-Сахалинского. В пятницу в Невельском районе с приличной высоты на железную дорогу упал автомобиль. Это произошло на участке путей между Невельском и Правдой. Водитель УАЗа не справился с управлением. В результате аварии мужчина пострадал. Его с места происшествия забрали медики скорой. Далее рубрика «Точка отчета». 50 сахалинских спасателей вылетели из Южно-Сахалинска ликвидировать последствия наводнения в Приморье. В состав группы вошли 20 пожарных и специалисты поисково-спасательного отряда. В зону ЧС их доставил вертолет Ми-26 Хабаровского МЧС. Помощь населению, помощь каким-то общественным организациям, общественным зданиям. Расчистка завалов, расчистка двупридворовых территорий. Ну и в общем, что прикажут. Мы везем с собой электрогенераторы, осветительную технику. Шансового инструмента достаточно много. Есть у нас помпы для откачки воды. Островные спасатели проведут в Приморье около трех недель. Напомним, в начале августа на Приморский край обрушился мощный тайфун. В зоне бедствия оказались более 20 тысяч человек. Вода затопила и обесточила десятки населенных пунктов. Старые гаражи убирают с улиц и дворов областного центра. Заброшенные контейнеры мешают благоустраивать придомовые территории. Работы на многих объектах приходится тормозить. Всего в этом году из города уже вывезли более 40 построек. До конца года предстоит ликвидировать еще более 200 гаражей. Они мешают, в первую очередь, общему виду города, потому что едешь по улице, по главной, то есть вроде все красиво, а гаражи никак не вписывают в архитектуру. Гаражи это нужно было уже давно. Это вчерашний век, конечно, что они мешают проезду. И школа у нас тут рядом. А теперь и ситуации на дорогах. Самосвал и Сузуки и Скуда столкнулись в Южно-Сахалинске. ДТП произошло 18 августа около 11 утра. Оба автомобиля двигались на север. Однако, когда Сузуки и Скуда пошел на обгон, самосвал начал поворачивать налево. Произошло столкновение. Пострадавших нет, а вот автомобили получили механические повреждения. Примерно в то же время в Паранайске столкнулись джип и легковушка. ДТП произошло на объезде в город. От сильного удара оба автомобиля вылетели с проезжей части. Люди не пострадали. В обед в пятницу в Южно-Сахалинске из-за столкновения двух машин пострадал человек. Митсубиши и Тойота столкнулись на проспекте Мира, недалеко от строящегося аквапарка. Припаркованная Тойота выезжала с обочины на дорогу и не убедилась безопасности. От удара машина снова вылетела на обочину, а второй автомобиль оказался на встречке. В выходные в Южно-Сахалинске ограничат движение еще на одном участке Комсомольской. На этот раз будет закрыт отрезок от перекрестка с Есенина до Комсомольской 306А. Рабочие бригады будут восстанавливать дорожное полотно после ремонта системы водоотведения. К субботу ограничения ведут с 13 до 18 часов. При неблагоприятных погодных условиях работы перенесут на 20 августа. Также 19 августа движение в Южно-Сахалинске ограничат во время велопробега «Мой любимый город». С 10 до 11 утра перекроют улицу Комсомольскую от Больничной до Пуркаева. И далее по маршруту закроют улицу Пуркаева до Горького и до площади Славы. Улицу Горького до Тихоокеанска перекроют с 11 до 12.00. Как научиться крутить сальто и разбивать доски? В дальние приехали преподаватели из разных спортивных школ города, чтобы дать местным ребятам мастер-класс. Но больше всего детям понравилось танцевать хип-хоп под открытым небом. Танцуют все. И те, кто знает хип-хоп, и те, кто нет. На самом деле ребята просто повторяют движения за учителем. Весело и непринужденно. Я сейчас танцевал хип-хоп, и я думала об этом, что хип-хоп очень крутой. И я хотела в танцевальную школу пойти хип-хопа и потренироваться. Увидел, попробовал, записался. Именно здесь обычные ребята решают для себя, что им интересно, в какую спортивную секцию они пойдут. Карате, воркаут, танцы, фитнес – все на одной площадке. Это акция «Спортивный двор». Она проходит каждую неделю, на этот раз в Дальнем. Сюда приехали представители различных спортивных школ, чтобы показать детям мастер-класс. Акция сразу привлекла внимание местных жителей. Конечно, очень полезно, особенно в нашем районе. Конечно, чтобы спорт национализировать, все развивать. Очень здорово, молодежи очень много. Акция «Спортивный двор» проходит уже в третий раз. В ней успели поучаствовать ребята из Черемушек и 25-го микрорайона. Ее цель – показать детям, что спорт – это не только полезно, но и очень весело. Это всегда там не только эмоция положительная, это всегда здоровье нашего молодежи, чтобы они не в подвалах ходили, не куда-то ходили, а именно занимались вот такими благим делом. Чем здоровее будут наши парни, подрастающие поколения и девушки, и будь здоровее наша нация. А здоровая нация – это крепкая Россия. Поэтому мы всегда за спорт, за крепкую Россию. Конечно, за два часа невозможно научиться разбивать доски или крутить сальто. Многие ребята пока не знают, чтобы достичь хороших результатов, надо потратить немало сил и времени. Но главное сейчас вовсе не это. Важно сделать первый шаг, как говорят, загореться и не упустить момент. Ведь чем раньше спорт придет в жизнь, тем дольше она продлится. И на этом наш выпуск завершен. До встречи в эфире. До свидания.